Сегодня в России отмечается День гражданской авиации. В этот день, в 1923 году, был выполнен первый пассажирский рейс из Москвы в Нижний Новгород. Протяженность полета составила 420 километров. Для Ниницкого округа с его большими расстояниями и труднодоступными территориями бесперебойная работа гражданской авиации имеет особое значение. Авиация стала для нашего региона объединяющей силой, связав между собой населенные пункты, оленеводческие бригады, буровые и вахтовые поселки. О тех, кто обеспечивает доставку пассажиров и грузов в условиях Крайнего Севера, расскажет Любовь Пермякова. Вот как здесь, пока на работе контроля двигателя и его системы, и редукторы. А здесь у нас выведены пилотажно-авиационные приборы. Видите, там скорость, вега-горизонт, указатель курса, высота, бариометр основная, который необходим для пилотирования. Старший бортмеханик летного отряда Николай Шмарыгин демонстрирует нам новый вертолет Ми-8, который в прошлом году пополнил парк воздушных судов Наринмарского объединенного авиаотряда. Хозяином винтокрылых машин, так привыкли называть его коллеги, Николай Павлович служит 1975 года. Я пришел авиатехником на самолет эксплуатации Ан-2. Потом переучился на Ми-8 эксплуатации техником. А после этого был направлен к Кременчурскому летному училищу, и там переучился на бортмеханике. А любите свои работы? Ну, конечно, как же без любви, без отношения. Эта профессия, во-первых, на всю жизнь дается. Я не знаю, кому как, но если привыкаешь к авиации и не изменяешь, значит, ты относишься всей ответственностью и добротой. Как вот не любить такие вот прекрасные машины, на которых... Сейчас таких влюбленных в свою профессию в объединенном авиаотряде трудится 650 человек. Более ста из них – это летный состав. Многие работают гимнастиями. Среди них и второй пилот вертолета Виталий Булыгин пошел по стопам отца, который трудится в авиаотряде уже 36 лет. Сам же молодой человек здесь 2013 года. С детства брал с собой на работу. Ну, всегда хотелось, мечтал. Мечты сбылись. Со второго курса у нас уже начался тренажер. Это тот же вертолет, только который не летает. Поэтому уже прививали любовь к работе. Было интересно изучать, как, что происходит. Поэтому, не знаю, трудности. С трудностями сопровнялись легко. Сейчас справляться с трудностями, по словам Виталия, ему помогает дружная команда экипажа. В полной мере освоит профессию, помогает командир и бортмеханик. Они нам передают опыт, учат. Поэтому вторая семья. История большой семьи Наринмарского объединенного авиаотряда ведет свои истории с 1946 года. Тогда приказом Северного территориального управления Гражданского воздушного флота в Наринмаре был образован 228-й авиаотряд. В Наринмар прибыли 6 самолетов, ПО-6, 3 бензозаправщика и 2 трактора. С этого времени авиация становится незаменимым помощником жителям округа. Авиаотряд связал Наринмар с Нижней Пешей, Оксиной, Индигой, Топседой, Носовой, Каратайкой и другими населенными пунктами. А также обеспечил связь с соленеводческими кочевьями. Сейчас в авиапарке предприятие 7 самолетов Ан-2 и 2 новых ТВС, а также 18 вертолетов различной классификации. В ближайшие годы предприятие планирует продолжить обновлять свой авиапарк. Планов, как всегда, громадье очень много. Продолжаем, я думаю, что в этом году продолжим перевооружение и обновление воздушных судов, наземных средств, наземной техники, спецтехники. Планов много. Какие-то объекты будем строить. На протяжении последних 6-7 лет авиаотряд стабильно показывает рост на 10%. И снижать планку, отмечают авиаторы, не собираются. Для этого у них сегодня есть все условия. Хорошая материально-техническая база, квалифицированные кадры и общая любимая работа. А самые главные люди, преданные своей профессии. Такие, как Николай Шмарыгин. Хочется поздравить всех с этим. Пожелать всем здорового и счастья. Не только в личной жизни, но и в работе, и вообще по жизни. А летный состав с хорошей погодой, поменьше стрессовых ситуаций и мягких посадок, чтобы взлеты всегда равнялись количеству посадок.